В Государственной Думе выдвинут законопроект, который предусматривает введение продуктовых банковских карт для россиян с низкими доходами, в том числе и пенсионеров. Чтобы ничего не пропустить, досмотрите этот видеоролик до конца. А также подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Данная карта позволит покупать товары только отечественного производства. Идея для закона основана на опыте зарубежных стран, которые ввели похожие карты. На них ежемесячно перечисляется некоторая сумма, которая позволяет приобретать товары первой необходимости. Финансовую помощь смогут получить россияне, чей доход меньше двух прожиточных минимумов. На данный момент это около 25 404 рублей, максимальная сумма помощи может составлять до 12 702 рублей. Размер помощи зависит от дохода гражданина. Карта будет пополняться баллами. Израсходовать эти средства необходимо на протяжении месяца, поскольку все неиспользованные бонусы затем сгорают. На продовольственный сертификат имеют право рассчитывать следующие категории граждан. Пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и прочее. Основная трудность состоит в том, чтобы отделить реально нуждающихся людей от тех, кто просто работает неофициально, то есть имеющих теневые доходы. Чтобы обзавестись карточкой, потребуется собрать ряд документов и представить их в органы соцзащиты по месту жительства. Тратить эти средства разрешат исключительно на российские продовольственные товары. По этой причине немало специалистов сходятся во мнении, что данная мера, помимо всего прочего, определенным образом поспособствует развитию как торговли, так и аграрного сектора. Также известно, что табачные изделия и алкогольные напитки с помощью такой карты оплатить не удастся. Карточкой можно будет расплатиться в любом магазине, подключенном к особой системе расчетов. Лучше бы правительство подумало, как довести пенсии до достойного уровня, чтобы в старости пенсионеры жили достойно. Если согласны, то ставьте лайк. И не забывайте подписываться на наш канал, чтобы быть в курсе последних событий.